ну из современных примеров я бы назвал одну нишу в которую видимо на россии попасть уже будет очень трудно это то что эмбраер называет кроссоверный самолет то есть переход но это там 110 120 кресел вот такая вот машина вот это то что есть у эмбраера то что сейчас есть у эрбаса потому что эрбас приобрел эту часть бомбардия которая как раз с серии сделала вот и в общем эта ниша уже вполне заполнена кроме того нам нее заполнять фактически нечем потому что суперджет строился так что у него не очень много возможностей для того для увеличения в первую очередь это по двигателю ограничения а то же время мс-21 слишком большой для того чтобы его туда укоротить до такой степени это уже он будет слишком тяжелый самолет вот но с другой стороны есть альтернатива это то что сейчас в мире называется middle of the market то есть самолет середины то есть это нечто промежуточное между узко ну то есть это узкофюзеляжный самолет имеющий дальность сопоставимую с широкофюзеляжными дальнемагистральными самолетами то где раньше был боинг 757 но вот мы видели что производство боинг 757 прекратил в общем из-за отсутствия спроса на эти самолеты с другой стороны сейчас например есть подозрение что растет спрос в этой области и в частности например то что предлагает airbus вот самолет а321 него с повышенной дальностью он уже в общем превышает даже по дальности они обещают 7 500 по моему вот и или там 7 400 тысяч вот соответственно в принципе у иркута тоже есть возможность у них там был свое время но мне кажется очень так приблизительно но все-таки нарисована идея значит мс-21 400 с повышенной дальностью полета то есть принципе но возможно есть возможность двигаться двинуться вот в эту нишу если конечно у них ну прежде всего конечно же нужно так сказать довести до так хорошего ума то базового модель от которой они работают это достаточно сложная идея но вполне же такая как бы жизнеспособная для рассмотрения по крайней мере потребует совершенствования двигателя действительно совершенствования конструкции доведения до хорошего состояния но и опять же опять же если бы удалось сделать приличный среднемагистральный узкофюзляжный самолет но это было бы очень хорошо для страны и для авиационной промышленности конечно в первую очередь это правда к тому же в общем то даже вот если им там удалось бы ну захватить даже это несколько процентов рынка там 5 или 6 процентов рынка то есть для мировых лидеров airbus и боинг это в общем то совершенно незначительные объемы но в то же время для россии это был бы просто огромный объем просто в силу того что рынок узкофюзляжных самолетов очень большой там счет идет на десятки тысяч самолетов are мы 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 Субтитры создавал DimaTorzok